добрый день добрый день сегодня 1 июня настало лето и раз такой момент вроде как переходные между сезонами то решила я тут сама посмотреть и вам показать все мои текущие процессы активные процессы и рассказать немножко о моей ротации ротации что могу сказать долго я не могла как-то утрястись поскольку я всего год как вышиваю ну то есть стала снова вышивать после 15 лет перерывов я всего год стала вышивать в новых реалиях так сказать сага появилась рукодельное сообщество рукодельный youtube но и вот за год но даже теперь уже с небольшим активные вышивальные деятельности наконец я определилась с ротации со своей с количеством процессов которые мне удобны пробовала я всякие варианты и шарики там вытаскивала и в играх участвовала и всякие в спе вступала но в общем развела не развела нет я никогда сильно много процессов не разводила но вот теперь у меня как бы устоялась уже устоялась некоторое количество и некий как бы план действий даже не знаю с чего начать сначала буду по порядку идти короче вся моя ротация сейчас строится на участие в двух вышивальных сообществах первое это вышивальная рулетка вышивальная рулетка в ней участвуют две работы вот геральт в частности участвует в ней и вышивальную рулетку в пятницу у нас отчет соответственно к пятнице я должна норму выполнить еще у нас отчет 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 в понедельник в сообществе игровая в контакте любимое зверьё сп в понедельник отчет то есть каждый понедельник отчет там потом восьмого и двадцать третьего отчет в игровой и вышивальном сообществе в контакте сюжета от лукас вот это мои обязательные отчеты понедельник пятница и восьмое двадцать третье обязательные отчеты которые как бы рамку и делают всех моих этих вот вышивальных действий остальных все пока с этим значит понятно теперь связи с этим что я делаю раз у меня отчеты к определенным дням привязаны то мне приходится и и процессы брать не приходится я хочу и процессы брать так чтобы к отчетному дню повышевать его дня два чтобы был какой-то приличный результат ну и вот например так дальше идем в понедельник у меня отчет по любимому зверю и соответственно воскресенье и понедельник я вышиваю девочку собачкой девушку собачкой подробный пример скажу воскресенье и понедельник я занята этим потом четверг и пятница четверг и пятница раз в пятницу отчет по рулетке то я вышиваю либо геральта либо либо волков которые участвуют в рулетке дальше еще у меня есть сказки что-то я их не притащила сейчас секунду я их притащу ладно поехали дальше сказки сказки я вышиваю в общем-то нигде не участвует поэтому вышиваю его определила ему день в субботу это я так шуршу это это сама канва вот у меня как раз перестановка с пялиц на новое место и результат вот это вот все хозяйство снято с пялиц это сказки сказки в общем-то сигнал да и остается у меня вторник и среда свободные дни когда я беру один из своих сундучных процессов сундучные процессы лежат в сундуке соответственно большом контейнере и они нигде не участвуют но я их вышивать беру вот и в вторник и среду это что у нас это пандемик хайет рт о тигр дименшинс ну китайская реплика и китайская нанесеночка кажется так а еще есть котята от лукас которые появляются в процессе в работе когда нужно к восьмому или двадцать третьему сделать отчет котята от лукас ну это вот все по ротации которая привязана к имеющимся отчетным дням отчетных дней немного процессов в отчетах участвует раз два три четыре и еще раз два три четыре пять шесть вышиваются кроме того то есть всего получается 10 но допустим посмотрим а теперь можно поближе посмотреть на каком процессе что сделано итак первый мой процесс вообще первая моя многоцветка которую я с бухты барахты ничего не знаю ничего об этом деле видавший только до этого что люди наворчики вышивают и сама чего-то там колупалась данным давным давным давно и вдруг я где-то откуда-то узнала зашла на сайт химеры и первым делом увидела наткнулась глазами на вот этого красавца и все я тут же его купила я тут же заказала нитки и бросилась его вышивать у меня громадная канвиш сами видите какая здоровенная нам будет эта картинка я тогда ничего не знала ни про каунты не про не про чего ничего не знала в общем бросилась с места в карьер с бухты барахты интересно как у меня был звук потому что я взяла да и телефон этот микрофон снимал молодец умничка надеюсь что что-то было слышно надеюсь что что-то было слышно если ничего не было слышно то извините а ладно вот на данный момент у меня вышита вот столичка тут головушка геральта и это уже край работая вот он конец то есть все она вот такой ширины мой геральт сейчас мы его уберем это так положим это свечу геральта у меня ниточки вот они все запасные ниточки это что-то тут вот по ходу дела наматываю на бобинки и когда кончается добавляю отсюда просто из пакета пакете лежат и все и для него есть еще игольный органайзер тоже самый примитивный самый простой сделан он там губки лежат а здесь вот этот какой-то коврик и все это значит организация геральта у нас второе что у нас участвует рулетки успеха это волки 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 это мелкие ленки на 18 конве но она хоть и называется 18 на деле мне кажется она побольше чуток волки у нас на 37 процентов вышивает вышиты а геральт на 32 и в рулетке сейчас геральт отстает и поэтому я буду геральта делать не взирая на штрафы чтоб его подогнался немножко хочу чтобы они на зря в ноздрю шли с волками так вот они волчарки вот они вот у них ниточки отличные органайзеры мне нравится так это все и хранится так это все у нас сохранится заворачивается и кладется в контейнер то волчарики у них значит есть органайзеры и и также есть игольная но игольная кстати хочу сказать по поводу игольных органайзеров кто пользуется я тоже поначалу втыкала сюда ну как увидела вот это дело я втыкала сюда иголки с нитками с остатками и потом заметила что как бы иголки от этого портится во первых у тебя очень много иголок везде и получается рассовано и я не какие-то становятся негладкие они становятся какие-то шершавые с какими-то зазубренными не знаю как то они плохо уже ходят в ткани я решила все волки заменять на булавочки вставляю с иголками только самые коротенькие хвостики которые нет смысла перевешивать а так я беру и вот так вот завязываю 1 раз петелька и зацепила и когда мне надо эту ниточку я ее просто я ее просто на иголочку перецепляю а если есть остаток опять прицепляю обратно и меня все иголочки убраны теперь с воздуха они все куда-нибудь упакованы вообще сейчас пользуюсь одной иголкой и все одна иголка она все работает одна единственная иголка все работы но кое-какие остатки еще с прошлых раз вот остались на иголках ниточки остальные все представлены что здесь что у геральта булавочки это волки процесс номер два ну вот они стоят потом почему стоит первый знаменитый панделик пандемик 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 обязан быть пандемик это такая вещь сделать чтобы не отсвечивала как бы сделать что зараза а вот так вроде не отсвечивает хорошо да да панделик я добыла себе ну я сумма лась я услышала в одной девушке у марии как она вышивает лонг доги в каком она там вообще восхищение как она обожает это дело чем она так вкусно рассказывала что я полезла, понятное дело, искать, что это вообще такое. Нашла я этот лонгдок, выяснила, что он... Где у меня? Что он бесплатно выдавался. Бесплатно выдавался в начале пандемии, потом он стал платным, меня-то ужасно расстроило. Я думаю, ну вот почему я раньше не вернулась к вышивке, а то бы я могла его ухватить. Потом я его все-таки вконтакте раздобыла. Бесплатно. Понятное дело, скачала. Потом у меня появилась сага. Хотя я до этого напечатала эти 40 листов. Там, так же, как и Геральт, так, кстати, сначала напечатала 40 листов. А потом появилась, слава тебе, Господи, создателям саги большой-большой респект и уважуха. Появилась сага, ну и я стала вышивать. Ниточки у меня тоже так же лежат. Тут всего 4 цвета используются. Опять же, по наводке этой девушки Марии. И они просто-напросто смотаны. Вот они, 4 цвета, которые используются в пандемике у меня. смотаны на такие вот своеобразные домашние заготовочки. И вот он, мой пандемик. Он у нас в таком вот виде. Ну, я старалась как-то подготовиться к этому видео, но, естественно, у меня не получится как у нормальных людей. и все. Поэтому, извините. Где он там, конец? Вот он. Естественно, вы его видите несколько видоизмененным. Не такой, как он есть у продавца, у производителя, у задумщика и у всех остальных. Ну, я поняла, что с пандемиками сгаляются все как могут. Заменяют цвета по своему усмотрению. Кто-то заменяет некоторые элементы. Ну, я когда увидела, что люди заменяют элементы, я тоже заменила элементы на вот этого левушку. Талерский лев. Талерский лев мне сам по себе очень нравится. Не знаю, что мне в нем нравится. Но он тут меня завораживает. Я с ним долго-долго носилась. Но вышивать из-за него отдельный вот этот лонг-дог, в котором он там встроен, мне не хотелось. А его одного я отдельно вышивала, а потом решила, что я его еще и вставлю. В пандемик. Вставила. Вот. Вместо там такого какого-то непонятного какой-то фиговины остроугольной, агрессивной. Окей. Дальше. Что у нас дальше идет? Дальше идет девочка. Девочка-то мелкие Ленки. Вот она, девочка. Что-то у нее видно, нет? Девочка-то мелкие Ленки. Надеюсь, ее видно. У меня тут держатель загораживает. У девочки я когда после Амелкиных волков я сидела долгое время, поглядывала, что делают у Амелки, она сочинила вот эту девочку, эту схему, которая, кстати, есть там чуть ли не у ОСТ и у всех остальных. Много ее где есть. Ну, Амелка, я как-то уже с ней списывалась, поэтому мне было к ней проще обратиться. Я к ней обратилась, но у меня было условие, обязательно я хотела попробовать ее на страмине. Амелка у меня раздобыла кусочек страмина, и на нем ниточки СХС собрала наборчик. Вот он такой. Здесь у меня нет уже игольчатых органайзеров, бленды собираются из двух цветов между ними, а одиночки я просто привешиваю на тот же органайзер. И сама девочка у меня практически уже скоро 50% будет. Она участвует в исполюбимой зверью. Вот так. На страмине. Понравилась, очень понравилась на страмине. Я считаю, что это самое то, что надо. Вообще супер-пупер. Ничего лучше не придумаешь. Дальше что у нас? Наш прекрасный хаед. Хаед. Вообще у меня слово хаед завораживает, сам хаед завораживает. Все это дело завораживает, и как это выглядит, меня завораживает. Мне ужасно нравится вот этот весь хаед, несмотря на то, что там бывают разные, конечно, странные. Ну, как бы, для многих они нечеткие, эти схемы. Ну, а мне нравится вот эта живописность, эта нечеткость, это похожесть на бабушкин коврик, там не знаю на что, на картину. Вот моя птичка, красавица моя. В самой картинке я могу только вам показать. Вот она. там целая история по произведению, а картина к произведению вообще-то не относится, она просто, ну, книга есть. Я даже эту книгу искала, пыталась ее купить, песня для Василиска, но, в общем-то, не нашла. Не нашла, ну и ладно, и бог с ней. Потом по отзывам поняла, что она такая уж она интересная. Ладно, хорошо. Ну, хаед двигается, причем он двигается совершенно безжалостным подбором, из всего только чего нет, начиная от риолиса и старых советских запасов и шелковых не так и чего, только не мозг, шелк. Все, все, все идет в дело. Использую, кстати, вот этот девочкин набор как каталог, потому что тут очень много цветов. Ну, и еще сказки, там, понятно, 200 с лишним. Тоже можно посмотреть, какой цвет, как выглядит хотя бы, потом его подобрать из своих старых запасов. Это меня очень радует. Я человек такой, реставратор, я люблю возвращать, давать новую жизнь, так сказать, старым вещам. Дальше тигр, естественно, год тигра, где он у меня, я не удержалась и купила, понятно, что не Dimensions, я не Крес, чтобы покупать. Я купила, но в хорошем магазине, купила у Амишоп, понятно, да? Амишоп. Амишоп, отличные ниточки, длинные, хорошая нарезочка, вот так. Единственное, что я, наверное, сделаю, это порежу пополам этот органайзер, просто разрежу пополам, потому что мне не нравится, когда на две стороны висят, мне очень удобно пользоваться. Дополнительные белые, отличные ниточки, хэбэшные, хорошая канва, и вот у меня, что есть. То есть я его буквально открыла, несколько крестиков сделала, и на этом успокоилась. Он у меня лежит до какой-нибудь с вторников или средств, когда мне захочется его взять. Захочется и возьму. Дальше. РТО. РТО я только недавно взяла снова, сделала. также был надкушен, попробован, поклеван, и тут я опять его взяла. И получила большое удовольствие, большое, при большое удовольствие. Здесь отличные ниточки. Они отлично вытягиваются, ну, просто шелково. Понятно, что это ДМС, да? Вы же знаете, что там ДМС. Они как шелково вытягиваются, вообще не зацепляются. Они иголочка Джон Джеймс, не Джеймс, Джон, а Джон Джеймс. Схема мне не нужна. У меня от Татьяны стежок есть электронная. Вот она, картиночка от набора. это такое девушка, как ее зовут девушку? Как ее зовут девушку? А, Люси Кэмпбелл. Я лазила на сайт посмотреть ее работы. Вообще она рисует вот такие интересные картины, полумистические, странные. Вроде бы особо мистического нет, но они такие, все необычные. немножко искаженные анатомически, но что-то вот в этом есть. Долго я смотрела на этот набор. Наконец я его купила, заказала электронную схему, получила ее, оплатила. И просто сейчас получаю удовольствие громадное от этого процесса самой вышивки. Она крупный каунт, 14-й что ли. Ну, и тут меня почему-то не бесит вот эти просветы, да, то есть по идее тут просветы будут, ну ладно. Ну, в общем, мне очень-очень нравится. Иголочка тоже я пользуюсь оригинальной, той, которая была набор. Дальше сказки. Я, кстати, все держу вот в этих таких вот конвертах, папочках. все, что вылезает в папочки, я держу папочкой. Сказки. Самой сказке я вам показывала, эту громадную простыню, я не буду ее снова сюда втюхивать. а вот это ниточки к сказкам. Здесь лежат чистые цвета. Это я сама все делала, сама организовывала. Здесь лежат бленды. Вот они по три деления на бленд, чтобы серединочку убирать собранный. А здесь лежат скамья запасных отсюда я беру, когда мне нужно вытащить недостающие уже на органайзерах. А это лежат основные цвета, которые еще запас, 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 запас. То есть довольно-таки потребовалось времени на вот эту организацию. Я это сумела сделать. Сделала и с удовольствием пользуюсь. Меня все устраивает. Опять же вышиваю только всего одной иглой. Сказки вы все знаете. Сказки вы все знаете. Ага. А, да, ну и теперь те, у которых нет схемы. Электронной схемы нет. Как вам дочек? Электронной схемы нет. Это котята от Лукаса. Она гобелиновой сеточки. Участвуют в СП сюжета от Лукаса в игровой ВКонтакте. Если я сказала сюда не ходить. Если я смогу вставить ссылочки. Я вообще сказала сюда не ходить. Гуляйте. Если я смогу вставить ссылочки на игровую и на вышивальную рулетку я вставлю. Ну, это понятно. Лукас есть. Лукас тут говорить не о чем. Лукас все знают, обожают, уважают. Тоже в папочке все хранится аккуратненько. Ну, ниточки тоже все знают, какие у Лукаса. И вышивается он по бумажной схеме. к сожалению на это я перенабора не нашла. Схема бумажная. На многих опять огромных листах понятное дело. И я это вычеркиваю просто маркером. Не буду я тут на карточку что должно получиться. И листы большое количество громадных листов. На которых все это приходится отмечать. Не скажу, что это мне нравится. Но делать нечем. Ну, я считаю, что один сюжетик от Лукаса все время должен вышиваться. Записено еще три наборка. Но они уже со схемами. С электронными. Так что такое больше не повторится. С этими листами. Вот. И последнее, что у меня есть, это китайская нанесенка. Нина крестик рассказывает о китайской нанесенке. С таким трепетом, с таким восхищением. Вот у меня громадные пяльца пластмассовые специально для нее. Потому что куда-то ее упаковать еще трудно. Ниточки. Опять же, множество ниточек схс. Так что можно посмотреть какие-то цвета, которые ты не знаешь где еще найти. А тут такие оттенки. Это вторые варианты. Ну, то есть вторые, как сказать, вторые мотки, которые не навешаны. Но нужный будет запас. И это попугайчики. Не знаю, что мне в них понравилось. В этих попугайчиках они такие яркие, яркие. Такие цвета необычные. Я такие цвета не люблю. Но тут мне почему-то захотелось. Естественно, вот как она выглядит. Как любая нанесенка. Любая нанесенка. вот этот угол у нас отшит. Тоже я как-то рывком взялась. В общем, что я поняла. Ты берешь вот этот процесс как бы неактивный, который не участвует в этих всех отчетах. Неактивный. Но ты его берешь как бы на два дня. И два дня его вышиваешь. И за два дня ты, во-первых, его хорошо продвигаешь, во-вторых, удовлетворяешься полностью. Тебе хватает, чтобы насладиться этим процессом. И в то же время не успеть от него устать. есть ты на нем выкладываешься и откладываешь его до следующих двух свободных дней. Вторник, среда. И так постепенно все их переберу. И они потихонечку, даже не потихонечку, но по времени как бы не быстро, а по броскам довольно-таки эффектно будут продвигаться. В общем, мне эта система нравится. нанесенку я вышиваю в два сложения, хотя может быть тут имелось в виду, что ее надо там в три вышивать или еще как-то. Мне кажется, в два нормально, потому что потом она постирается и канва подсядет и смоется вот этот рисунок и в итоге все будет тип-топ. я видела как смывается и все в общем нормально. Ну вот. Это все мои работающие процессы. Есть еще лесное сияние, кресты в лесу, да, но я его пока отложила до зимы. Там 22% сделано, я его пока отложила. Пусть пока полежит. А вот этот я попробовала, рыцарь, вот эти с драконами, но у меня ткань оказалась, поскольку я человек неопытный, да, я взяла ткань, которая оказалась неравномерной. Оказалась неравномерной и в результате меня-то не понравилось. получается и я его на разных тканях, на китайской какой-то там еще пробовала. Ну, в общем, ничего мне не понравилось, я его пока ликвидировала, как процесс, отложила. кстати, я переделала схему, потому что исходная схема другая. Опять же, там она мне не понравилась, я ее все переворотила, а вот из того, что было начато. Не выбрасывать же, это же вышивка, я же положила труды, я стратила время, я сшила вот этого кота, типа такой код, вышитый код, с частью рыцарского коня, с частью дракона, с птицей. Вот этот кусочек, ну вот, чего я хотела вам рассказать, не знаю, наверное, я рассказала как-то это сумбурно, но если мне не понравится, как это будет выглядеть, я потом, может быть, сделаю более размеренное, более такое продуманное, ну, в общем, первый пленком, и вы меня простите, не знаю, все ли я сказала, что хотела, короче, я поняла, что мне вот этих десяти штук процессов хватает вполне, вот эта ротация с участием в двух вышивальных группах и трех отчетах тоже меня устраивает, больше не надо, там метаться каждый день, менять процессы, это точно не по мне, в общем, два дня на процесс отлично, все хорошо, и слава богу, погода хорошая, сегодня солнышко светит, и вам желаю всем не слишком жары, чтобы было, ну, и чтобы холод наконец нас покинул, с наступающим вас всех летом. office, 105-4-4-74-53-5 bzw. 06-5-54-6-6-6-7-6-7-6-6-6-7-6-7-6-7-0-5-6-7-6-7-7.